SCP-1983 Дверь в никуда Объект номер SCP-1983 Класс объекта Кетер Считается нейтрализованным Особые условия содержания На территории вокруг SCP-1983 Под видом химического завода Был сооружён Иванпост 54 Здание завода является казармой МОК Хи-13 Слушки Все точки входа в Иванпост 54 Должны находиться под охраной Круглосуточно Сотрудникам рекомендуется ознакомиться с документом 1983-12 В котором приведена легенда Для дезинформации интересующихся объектом Посторонних лиц Ключевым фактором для поступления в данную МОК Согласно протоколу Хи-13 Является крепкая вера в любую религию Все боеприпасы к табельному оружию Должны быть заряжены серебряными пулями Или пулями с серебряным наконечником Наблюдение за входом в SCP-1383-1 Должно вестись круглые сутки При появлении SCP-1983-2 Часовым следует немедленно вступить с ними в бой За исключением плановых экспериментов Приближение к SCP-1983-1 Ближе чем на 5 метров Категорически запрещено Дополнение В свете события В свете события 1983-23 Было дано одобрение На вывод вооруженных сил организации С Ванпоста 54 На объекте остается минимально необходимое Для наблюдения за SCP-1983 число сотрудников Оружие для борьбы с SCP-1983-2 По-прежнему хранится на складе Ванпоста 54 Описание SCP-1983-1 Это одноэтажный деревенский дом В округе Вайоминг Дом был заброшен в 1968 году После серии ритуальных убийств Которые по некоторым данным Были делом некоего культа сатанистов Подробности смотрите в протоколе поимки SCP-1983-1 За входной дверью в SCP-1983-1 При ее открытии видна пространственная аномалия Из двери не выходит ни свет, ни материя За исключением отдельных особей При этом аномалия экзотермична Попасть в SCP-1983-1 Можно также другими способами В том числе через окна Черный ход И отверстия, прорезанные в стенах Однако прихожей внутри дома, судя по всему, не существует Двери, ведущие в прихожую Вместо этого ведут в другие дверные проемы Того же дома Обмеры стен добы снаружи и изнутри Дают разные результаты При высверливании отверстий через внутренние стены дома в прихожую Отверстия вместо этого появляются на соответствующих стенах фасада дома Попытки высверлить отверстия, ведущие в прихожую, в наружной стене дома Также выводили на аномалию Хотя через эти отверстия SCP-1983-2 не выходили В дальнейшем на попытки пробиться через стену был наложен запрет у 5.03 Поскольку вероятность появления тире-2 могла возрасти SCP-1983-2 это двуногие создания Ростом приблизительно 1.8 метра Форма этих созданий относительно гуманоидная А крас исключительно черный Уровень агрессии тире-2 чрезвычайно высок Эти существа нападают на любого человека, которого видят Затем они неизвестным образом извлекают его сердце из груди Что приводит к смерти человека Заполучив сердце, особь SCP-1983-1 возвращается в тире-1 Единственный известный способ убийства тире-2 Стрельба с серебряными пулями Одновременно с вознесением молитвы Текст молитвы и исповедуемое стрелком религии не имеют значения Важна лишь искренность его веры Тела убитых тире-2 испаряются Оставляя на земле тонкий слой серы SCP-1983 был обнаружен при расследовании Серии загадочных смертей в этом районе округа Следователи фонда заметили несколько особей тире-2 И смогли проследить, куда они возвращаются Приложение 1 Отряд бойцов МОК-Хи-13 получил приказ войти через входную дверь С целью исследовать аномалию Бойцы не вернулись Однако вскоре после того, как они ушли в аномалию В дверном проеме появилась дверь и закрылась Новых особей тире-2 не появлялось Приложение 2 В SCP-1 был направлен второй ударно-штурмовой отряд С целью розыска пропавшего первого отряда Отряд не вернулся Дверь не закрылась После этого появились новые особи тире-2 Агент Моррис прошел через дверь После чего та закрылась Приложение 3 23 мая 1989 года Сотруднику D1413-4 Была выдана камера для наблюдения Снабженная проводом длиной 25 метров Сотруднику была дана команда Осмотреть аномалию как можно более подробно И вернуться назад После того, как сотрудник прошел через дверь Видеосигнал с камеры прервался Провод натянулся и лопнул Через несколько часов аномалия-1 исчезла Внутри дома были найдены мумифицированные останки нескольких агентов А также документ 1983-15 Отчет в свободной форме Написанный агентом фонда Находившимся внутри аномалии Текст документа приведен ниже Объект номер Ожидает присвоение Класс объекта Кетр И да поможет вам Бог Особое условие содержания Сдохнешь ты дурак Просто так сдохнешь Я не угрожаю Я агент Беркли Я внутри этой богомерзкой штуки И знаешь что? Если ты тут окажешься Придется тебе помирать Я наверное уже умер Так с этим разобрались Теперь особое условие содержания По сути условие только одно Дверь за собой закрой Через нее ты наружу уже не выйдешь Наверное ты уже пытался Ясно только что наружу Они выйти могут Если постараются Так мы эту дырку и нашли Надеюсь дверь ты уже закрыл Мы точно закрыли Когда устали от попыток выйти А ты Если не закрыл Иди откуда пришел И закрой ее Важнее задач у тебя сейчас нет Все равно ведь сдохнешь А так сделаешь хоть что-то полезное Перед смертью Описание Вот тебе байка Если уже такую слышал скажи В фонду поступают сообщения Что в каком-то зажопинске США Что-то происходит Странным образом дохнет Скотина и зверье в лесу Люди пропадают Если находят труп При вскрытии нет сердца Причем не вырезано Не вырвано Просто его нет Пустое место в центре груди Потом находят эти черные штуки Которые мотаются туда-сюда Находится в фонде умник Который раньше что-то такое видел И понимает как их убивать Серебряными пулями при стрельбе Молиться надо В буквальном смысле Непонятно почему Но это работает Не важно какому богу молишься Но молись лучше от души А я больше не могу После того как увидел гнездо Не могу В общем тут до фонда доходит Откуда что берется Какой-то дом в Зажопинске Столько лет уже стоит пустой После того как Ля-лята поля Убийства Культы Ритуалы Вся херня Дело только в том Что эти твари лезут Из входной двери Туда идет отряд Но никто не выходит назад Зато и монстры Тоже не выходят Нормальный человек бы сказал Ладно смотрите за дверью Если что-то полезет Убивайте Но нет у нас же тут фонд Ты крутой агент Из МОК За сколько Может исследуй за нами Может из служек Как и я Открываешь дверь ногой И бегом внутрь И все Ты попал В гостиной ужасов хватало Там у Брейна из Цапали Они потянулись Он вдруг сложился пополам А один из них дернул прочь С его сердцем В когтях наверное Здесь они не такие четкие Ты наверное это уже понял Они как тени Держись подальше от света Понимая звучит глупо Но сам подумай На свету тени четче У них есть очертания А в темноте они расплывчатые Едва могут тебя коснуться И плоховато видят Наверное они по твоей тени Тебя засекают Не знаю точно Если честно Я сейчас вообще гадаю Как гадалка Наверное ты уже пробовал Выйти через дверь Но если не пробовал Не надо За ней еще хуже Монстров нет Но Джонс ушел Слишком далеко от дома И богом клянусь Он начал растекаться Из него посыпались Всякие штуки И ладно Скажу лишь Что назад он не вернулся Тогда мы дверь закрыли В общем Двинулись мы по дому Сначала держались Светлых мест Потом до нас дошло Так мы троих лишились Зато хорошо оценили Куда нас занесло Что здесь Здесь просторно Не просто деревенский дом Скорее как будто Они украли по кусочку Из разных мест И все вместе составили Есть части Похожие на квартиру Есть куски торгового центра Ну и голову готов Позакладывать Даже чулан Из моей бывшей школы Те же узоры на плитке Все тоже А есть еще части Сделанные из чего-то Черные Как те теневые твари И в основном Только в освещенных местах Если выключишь свет Можно просунуть руку Лучше не суй Так у нас погиб Теренс Что-то сцапало его Протянуло через тень В дыру даже его голова не пролезла Но в итоге его все равно туда протиснуло Так что не ходи где светло Но в темноте смотри куда идешь Ясное дело выбраться никак нельзя Мы до этого тоже дошли своим умом Любая дверь либо ведет другую комнату Этой психушки Либо куда-то наружу Где людям явно не место Остается загибаться от голода Или подставиться под удар этой штуки Неплохие альтернативы, а? Можно еще сделать вот что Я не осилил Может хоть и тебя сил достанет Выжить скорее всего не выживешь Но наверное это важно Почти уверен, что рано или поздно Кому-то надо будет так сделать Или эти твари найдут проход наружу Это место наворовали по кусочкам Из кучи других И наверное должны быть еще двери Мы позакрывали все, что нашли Но что если они снова их откроют? А фонд не успеет вовремя Да что там фонд? Фонд даже не знает, что их надо закрывать Они надеялись, что догадаются Если кто-то заходит внутрь Твари иногда перестают лезть наружу Если конечно это кто-то не дурак И закроет за собой дверь И вроде бы я придумал Как остановить этих тварей Гнездо Я его видел один раз И то пару минут Мы гнались за одной тварью Когда та вырвала сердце Деннинга Она утащила его в комнату Которая вроде как находится в центре всего этого Там все из этой черной массы И они туда наволокли самых разных светильников Все, что нашли, наверное Лампы, фонарики, свечи Чего только нет Мы сами видели, как они тащили еще Ладно, в середине там такая здоровая куча сердец Просто навалены грудой Все до единого вскрыты Они кинули сердце Деннинга в кучу Оно забилось Запульсировало Потом начало дергаться Потом прорвалось повдоль И вылетела такая же тварь Отряхнулась она Разрослась и пошла себе по делам Гажа было еще то Что даже распоротые сердца все еще бились У меня у самого в груди екнуло В том же месте были тени И это я не про монстров Настоящие тени Людские Только вот некому было их отбрасывать Они от сердец исходили Вместе с новорожденной тварью Появлялась и новая тень Хотела оторваться Но не могла Тогда я и побежал Не вынес, понимаешь? Не готовили меня к такому Слышал топот за спиной Не знаю То ли они меня остановить хотели То ли засекла нас та зараза Но мы разделились Я нашел темный чуланчик Теперь сижу в нем Пишу все это Фонариком подсвечиваю Если услышу, что одна из тварей подбирается Выключу фонарик Пока это спасало Дальше идти не могу В пистолете все еще есть патроны Но молиться больше не могу Нет больше духа Гнездо увидел И не могу Но ты Если найдешь это Значит ты тоже агент Может быть ты сильнее меня Если сможешь Дойди до гнезда и уничтожь его Все сердца ада единого Может хотя ты их убьет Ничего другого я придумать не могу Наверное ты сам погибнешь Но ты все равно уже мертвец Так что какая разница Как помирать А я сейчас пойду и попробую отнести этот отчет в гостиную Надеюсь ты там его найдешь А потом сделаю так Чтобы мое сердце этим тварям не досталось Чтобы не сделали они из меня такого же Удачи Идущие на смерть приветствуют тебя Считается что объект был нейтрализован Д-14-13-4 Последний был награжден звездой фонда посмертно Это второй случай получения этой награды Сотрудникам класса Д Информация содержавшаяся в документе 19-18-15 указывает на то Что аномалия не локализована в пространстве Как считалось ранее Были выделены соответствующие ресурсы На поиск схожих инцидентов Мистер Паркер Не смотрите удивленно Вы знали что этот день придет рано или поздно Один из ваших приятелей и коллег был так добр Что впустил меня Они нас не потревожат Так что пожалуйста сядьте Давайте-ка убедимся что у меня все правильно Джексон Паркер 55 лет Родился в центре Детройта Несколько раз был в Вьетнаме Приговорен к смерти за убийство офицера полиции Дата казни 19 мая 1979 Теперь высококлассный официант В одном из лучших ресторанов Нью-Йорка И кто-то когда-то вам говорил Что вы похожи на Эрди Хадсона Ну знаете черного из охотников за привидениями Может я подумал о нем Потому что в ближайшие недели выйдет сиквел Неважно забудьте Одна вещь которую они не занесли в свои документы Это ваша непоколебимая вера Вы верите так как мало кто может В то что происходящее имеет смысл Я бы может бы верил в то же самое Если бы был тем редким Д-классом Что избежал устранения Имея сообщить Что вы определенно заслужили Ту маленькую простую жизнь Что вы тут себе устроили Я видел записи и фото после этого События Я не знаю смогли ли вы сами себе объяснить Все что произошло там Но мы узнали Что тварь что вы списали Была чувствительна к верованиям Тех кто ее наблюдал Похоже один из наших парней Умудрился убедить ее Что она собирается всех убить Потому что он так подумал И она так делала Пока не появились вы конечно Я знаю что ваш опрос перед уходом Произошел довольно давно Так что чтобы освежить вашу память То как вы описали способ Которым вы справились Это нашел опора в своей вере Перед лицом этого залитого крови чудовища Вы продемонстрировали Непоколебимую веру в то Что вам удастся выбраться Живым По той причине что вы в это поверили Это стало правдой Слушайте мне жаль Что все это произошло с вами Мы были такими бездушными Черт да это все было почти безумием А ведь это могла быть А могла и не быть Такая штука Которая убивает тебя Если ты моргаешь с ней Находясь в одной комнате А еще насколько я знаю Эта хрень срет повсюду вокруг Почти каждый раз Когда мы посылаем парней Все это чистить Хрусь Их жизнь окончена Прямо вот так Мы только недавно Пару лет назад Построили робота Который может все это чистить Мне так больно думать о людях Которые уже никогда Не выйдут из той комнаты А все потому что Мы людьми их не считали Они были просто буквы и цифры Но для этого вы нам и нужны Это те вещи что не может сделать машина Смотрите я много думал об этом Есть кое-что удивительное В человеческом сердце Вы согласны? Не важно насколько ты уже сдался И хочешь сказать Нет жизни Оно все еще бьется Это все что оно умеет делать Оно продолжает биться Да-да Да-да Это восхитительно Нечто настолько решительное В своей работе И я знаю как вы работаете Мистер Паркер И вы знаете что я тут не просто так И что я знаю Что вы уже понимаете Что вы сделаете что-то Что спасет много жизней Если вы сделаете это для нас Если вы сделаете это для меня Мы сделаем все Что в наших силах Чтобы вы получили все Что вы захотите До конца ваших дней Я думаю Я знаю что значит Это выражение лица Дайте мне знать Когда будете готовы идти Д-14-13-4 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 Продолжение следует...